Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья! Мы продолжаем наш цикл бесед про ОРД между профессором, вашим покорным слуга, и Олегом Валерьевичем Юкуловым, адвокат специализация в коррупционные должностные и прочие преступления, где используются результаты ОРД Большой 15-летний опыт У вас сейчас есть дела, в которых вы участвуете? Да, говорю одно, с результатами уже С результатами ОРД А, с результатами, да, конечно И, наверное, не одно Ну, сейчас одно как раз, но так обычно бывает чаще Сейчас кризис, коронавирус, как-то это влияет уже Как-то влияет на оперативников или на граждан Итак, провокация Тема нашей сегодняшней беседы И, наверное, не одной даже, а нескольких Начнем с требований Федерального закона в оперативностной деятельности Статья 5-я, как мы с вами знаем Запрещает Запрещающие действия, да? Что запрещено оперативным сотрудникам? Кроме прочего Нашим уважаемым коллегам-оперативникам Запрещено Ох, как мелко Не только оперативникам, но еще и те, кто сотрудничает Совершенно верно Вот, очень важное замечание И сотрудникам оперативных подразделений И содействующим им лицам С того момента, когда официально или де-факто Некий гражданин Содействующее лицо, упомянутое в статье 17 Федерального закона БОРД Начал сотрудничать с оперативными подразделениями Он тоже не вправе делать то, что запрещено статьей 5 Федерального закона Итак, кроме прочего Запрещено Пострекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме К совершению противоправных действий В скобках Провокация Я еще раз напоминаю, уважаемые коллеги Что провокация в значении В значении Федерального закона об оперативно-розыскной деятельности Отличается от понятия провокации преступления Имеющейся в Уголовном кодексе Я сейчас это докажу 304 304 статья Напомним себе, коллеги, что Провокация взятки Так То есть, это попытка Я читаю часть первой статьи 304 Это попытка передачи должностному лицу И тра-та-та Без его согласия Без его согласия Денег, ценных бумаг и новой имущества Тра-та-та Предоставление их в целях В целях, опять-таки Искусственного создания доказательств совершения преступления Раз Или шантажа Два Итак, в значении Уголовного кодекса Провокация это всегда без согласия И со специальной целью С двумя целями Одно из двух Или искусственное создание доказательств Либо шантаж Так вот, получается Кстати говоря, как мы с вами помним Олег Валерьевич, 304 статья в России почти не работает Именно потому что В силу практически недоказуемости Недоказуемости вот этих вот признаков Уголовно-правых В этом смысле Понятие провокации в статье 5 федерального закона ОБРД Значительно шире Это понятие То есть запрещено подстыкать, склонять Побуждать прямой или косвенной формы К совершению противоправных действий Не исключает, например, согласие Взятка получателя, к примеру На получение взятки Более того Это даже не исключает, наверное, некую инициативу В получении взятки со стороны взятка получателя Ну и, соответственно, наркозбудчика, например Обоснуем этот тезис на На нашем сакраментальном На главном Для По уголовным делам О коррупционных преступлениях Решении Высшей судебной инстанции Разъяснение, вернее Это постановление Премьерного Верховного Суда От 9 июля 2013 года Номер 24 В действующей редакции А это редакция 24 декабря 2019 года Вот три месяца назад Итак, читаем От преступления, предусмотренного статьей 304 Провокация Следует ограничивать действия сотрудников правоохранительных органов Заметим Всех сотрудников Не только оперативных подразделений Это очень важно Всех сотрудников Например, сотрудники ДПС Тоже не имеют права Провоцировать водителя транспортного средства На дачу ему взятки Хотя он не субъект оперативного Не субъект ОРД Сотрудник ДПС Ох, простите Отвлекаюсь Итак, пункт 34 От преступления, предусмотренного статьей 304 Следует отграничивать действия сотрудников правоохранительных органов Спровоцирующих Важностное лицо и лицо Управленница коммерческой организации На принятие взятки Или предмета коммерческого подкупа Далее Следующий абзац Указанные действия совершаются в наушении требований Упомянутой статьи 5 ФСР И состоят в передаче взятки Внимание Согласия Или даже по предложению Должностного лица Удивительная фраза Даже по предложению Должностного лица Когда такое согласие Либо предложение Было получено В результате склонения Этих лиц К получению ценностей При обстоятельствах Свидетельствующих о том Что без вмешательства Опять-таки сотрудников правоохранительных органов Умысел на их получение Не возник бы И преступление Не было бы совершено Эту позицию Фактически повторяют Целый ряд разъяснений Европейского суда По правам человека Давайте вспомним Ну хотя бы Для примера Одно из них Это постановление ЕСКЧ 2.10.12 года По делу Веселова И других Против Российской Федерации То же самое Кстати Аналогичное разъяснение В деле Носкова Против Российской Федерации 30.10.14 года Вот например Что мы имеем По делу Веселова Пункт 92 Постановление Любая негласная информация Должна отвечать требованию Что следствие должно вестись В целом в пассивной манере Это исключает в частности Любые действия Которые могут толковаться Как оказание давления на заявителя С целью совершения правонарушения Например Идет перечисление Проявление инициативы В контактах заявителя Очень часто такое бывает Прямо по бидингу Видно Видно Что 20 звонков Взятка получателю От взяткодателя И 0 звонков От взятка получателя От взяткодателя Так Проявление инициативы В контактах с заявителем Запятая Повторные предложения Несмотря на его Первоначальный отказ Запятая Настойчивые напоминания Запятая Повышение цены Выше средней Или Или апеллирование К чувству Сострадания Заявителя Посредством Упоминания Синдромов Обстиненции Ну это по Провокации В части Сбыт наркотиков Кроме последнего Все что встречалось По моим делам Все встречалось По делам О коррупционных Мы просто Коррупционных И по сбыту наркотиков Так вот Вот они Требования ЕСПЧ И во взаимосвязи С вот этим Вот разъяснением Верховного суда Российской Федерации Это создало Прямо скажем так Мощнейшую базу Для Работы Странной защиты Повлекло Наверное Не десятки Сотни Может быть Тысячи Прекращенных дел И десятки Оправдательных Приголов Мы можем Сейчас Удавиться В эмпиризм То есть Переводить эти примеры Ну давайте Сделаем это Умеренно Да Олег Валерьевич Не будем Слишком много Эмпирики Приводить Есть у вас Примеры Есть примеры Но я бы хотел Начать И остановиться Поподробнее На основной Статье Которая Говорит о провокации Статье 5 Вы сказали Вы сказали И заключается И заключается Это как раз Не в первых фразах Которые встречаются Определения А как раз Последних Обратите внимание О том Что здесь речь идет О чем О том Что запрещается Подстрекать Склонять Побуждать В прямой косвенной форме Что Совершать преступление Здесь говорится Не об этом Здесь говорится К совершению Противоправных действий И вот здесь Вот очень Такой Важный момент Заложен Это встречается Допустим Очень часто По делам Коррупционной Направленности Допустим Подачи взятки Вот приведу Парочку примеров На скидку С своей практики Один я уже Приводил Но такой Настолько Так скажем Богатый опыт Я получил Что там Практически Под любое нарушение Можно пример привести Вот С чего начиналось Это по поводу Врача Началось Все с того Что Значит Гражданин Обратился К моей клиентке По поводу Выдачи больничного Листка Нужно было Ему уехать К родственникам Объяснял Это таким образом Легенда такая была Ему нужно было Определительные документы На работе Он пришел Несколько раз Спросил Значит Выдать этот Листок Законно Это или Незаконно Вот вопрос Стоит в том То есть Сначала Было требование Не то что требование Предложение Выдать больничный Листок Дальше пошло Предложение Со стороны Будущего Изоткара Дальше пошло Такое Скажем Невербальное Предложение О вознаграждение О вознаграждении Просьба Просьба Предложение Предложение Где началась провокация Тогда когда он По сути Дал понять Что готов Заплатить взятку Или тогда Когда Это он делал Как раз В этой части Достаточно так Осторожно То есть Это по сути Вербальные Это Так скажем Не Не Ставлю Очевидностью Явского Либо Провокация Началась В тот момент Когда он Пришел И попросил Совершить Противоправное Действие В виде Выдачи Искания Трудоспособности При отсутствии Основания При отсутствии Болезни При отсутствии Болезни Так вот У нас Суды И в принципе Вообще Страна обвинения Почему-то Считает Что О провокации Речь идет Может идти Только тогда Когда Провоцируют Именно совершение Преступления Я считаю Что И это следует В принципе Из прямого смысла Закона О том Что Запрещено Вообще В принципе Любая Противоправная Провоцировать Любую Противоправную Действимость Не Ну здесь В этом примере Я не вижу Никакого противоречия Олега Ивановича Потому что В любом Случа В данном Случа Да Взяткодатель Будущий То есть Важно А нет Это было Содействующее лицо Видно Нет Один Взяткодатель Врач Взяткодатель Так вот Взяткополучатель Пострекал Будущего Ой Взяткодатель Пострекал Будущего Взяткополучателя Как минимум К служебному Подлогу Это 292 Статья УК Это преступление А кто У нас Говорит О том Что Запрещено Только по взятке Провоцировать Совершенно верно То есть Он Возвлекал его По меньшей мере К подлогу Это же Прямая связь Дело-то в чем Оперативники Тоже у нас Видимо Считают Так как В основном Считает Страна Винерий В целом То есть Они Очевидно Я так предполагаю Четко Проинструктировали Что он может Говорить Что он не может Говорить Когда речь Зайдет О деньгах Но Не проинструктировали По поводу Того Что Он вообще По идее Не должен был Начинать разговор С просьбой О том Чтобы Выдать Листок Нейтурноспособности С незаконной Просьбой Если бы Этой просьбы Не было Не было бы И соответственно Состава Взятки Требования Взятки Не дошло бы Просто до этого Не за что Были у них Основания Для проведения Ворота Какие Не было Там как раз Ну это вот Дело Достаточно Такое Давнее И Там Была Была информация Секретные Осведомители И тому подобное Которую нам Так и не дали Проведить Я говорю О том Что это В принципе Все основания Были Обратиться В СПЧ Но У клиента Как бы Он обучился Вы связаны На его воле Звей Я сам не могу Обращаться Поэтому Человек Все-таки Осудили Осудили Минимальное наказание Даже без решения Без назначения Дополнительного наказания Поэтому устроил И Всех Устроил Да Другой Пример Та же самая Ситуация Но уже Не с врачом А с педагогическим Работником Преподаватель Руководитель Одного из Структурных Подразделений Одного из Образовательных Учреждений Клиент Занимался Тем Что Принимал Экзамены У иностранцев Для получения Патента Для получения Чего там Еще Для иностранцев На знание Языка Дошло До До Такой Ситуации Когда Приходят Иностранец И через Переводчик Высказывает Просьбу О том Что Нельзя ли Как-то В упрощенном Так скажем Виде Задать эти экзамены Про деньги Речь Не шла Просьба Решить Проблему При том Что Естественно И сам Переводчик И сам Иностранец Четко Понимали Что оснований Для этого Не было То есть Они Изначально И это Естественно Все это Под контролем Было Под контролем Иностранец Уже Содействовал Он уже К этому моменту Содействовал То есть Он приходит К моему клиенту И Предлагает Совершить ему Противоправные действия Связанные С Сдачей экзаменов Формально Скажем Принятие экзамена Сдать экзамен Без проверки Фактического экзамена Что это такое? Это нарушение Разумеется Законодательство Обознавательной деятельности Это Есть провокация То есть Тут Опять же Не было бы этого Предложения Соответственно Не дошло бы речи И не зашло бы речи Получивые деньги Совершенно с вами Согласен Заметили по речи В обоих примерах В обоих примерах Которые вы привели Я Хотел с вами Поскользить Но не поскоришь Не о чем Здесь Налицо В обоих случаях Провокация Но раз вы подняли Именно вот этот Тонкий вопрос По поводу Инициативы В какой степени Допустима Инициатива Взятка дателя Я Я Предложу вам Еще Одну Не просто Это не просто пример Это прям закономерность И я уже много лет Пропагандирую Когда провожу занятия С оперативными сотрудниками Следователями И прокурорами Я предлагаю им Проводить так называемый Инициативный Я не говорился Инициативный Легендированный Оперативный Эксперимент Не обязательно легендированный Хотя нет Всегда нужно легендировать Смысл Этой тактики Подчеркиваю Это тактика Эксперимента Но это Открытая информация Она ничем Не запрещена Это мои Наработки Так вот Приведу простой пример Некий гражданин Он может быть И содействующим лицом И оперативным сотрудником Под легендой Идет К должностному лицу Например Заместителю Главы администрации Города Который занимается Решением вопросов О выделении Земельных участков Ну вообще Решает вопросы По недвижимости Страшно Коррупциогенная Должность Должности Это группа должностей По статистике Их там Ну Десятками Ловят на взятках И на иных преступлениях Так вот До этого Оперативные сотрудники Имеют надежные Основания Достаточные Сведения о том Что этот Замглавы Таки берет взятки И раздает Направо и налево Участки И так Основания есть Легендированный Оперативник Или содействующий Приходит в кабинет Ну или куда там Иногда это бывает Все-таки Посредний Да Подчеркиваю Коррупционный И так Приходит в кабинет Чиновнику И просит его То есть Проявляет Инициативу Он говорит Иван Иванович Дорогой Очень вас прошу У меня есть Законное основание Выявите мне Пожалуйста Земельный участок По застройку Ну прям Очень вас прошу Обратите внимание А основания Законные Для получения Участка У него действительно есть Как и у всех Нормальных Предпринимателей Вот То есть Он просит Решить законный Вопрос Это совершенно Другая ситуация Да Совершенно А значит Должностную лицу Отвечают Да Но Да В целом Как-то там Обычно длинные Бывают переговоры Но суть в том Что Да Хорошо Но это будет Вам стоить Определенных денег Нужно так сказать Поделиться И вот в случае Если Должностное лицо Коррупционер Проявляет Инициативу В получении Такей себе Взятки Дальше В основном В пассивной Манере Как это требует ЕСПЧ И Верховный суд Наш Наш Регендированный Оперативник Или иной Гражданин Уже Уточняет А какая сумма Может Поторговаться Ну За снижение К примеру Да Может сказать Ну а нельзя ли Разбить на части Эту сумму Все это уже Нужно для того Чтобы подчеркнуть Пассивность Во-первых А во-вторых Собрать Как мы знаем С вами Да Нужно же собрать Как можно доказать С умыслом То есть Чтобы на аудио Видеозаписях Было как можно Больше Прозесенных Фраз И других Невербальных Топочтей Действий Взяткополучателя Да Будущего Подтверждающего Его умысел На получении Именно взятки А не то Что он В долг вернул Себе В долг взял Ну там Выиграл в карты Да Эти деньги И все такое Значит В этом случае На мой взгляд Дальше идет Разумеется Финальная часть Оперативного эксперимента Деньги передаются И на мой взгляд В этой типичной Очень типичной ситуации Проведение Легендированных Инициативного эксперимента Никакой провокации нет С этим согласен С этим сложным Согласен Да Но как правило Все таки Но тут самое главное Основание Основание Чтобы действительно Были достаточные данные Указывающие Что Этот чиновник И без этого факта Брал взятки Готовил Поскольку это Оперативный эксперимент То соответственно Естественно Для того Чтобы такое Такое мероприятие Провести Нужны очень Веские основания Которые подтверждаются Объективными Какими-то данными И вот например К примеру На мой взгляд Ненадлежащими основаниями Для проведения Такого раму Будет Данные Сведения о том Что этот чиновник Совершал преступления Но другие Ну К примеру Тоже связаны С выделением Земельных участков Но без взяток По дружбе По указанию Вышестоящего Незаконно Но так сказать Не за взятку На мой взгляд Это уже будет Это схожный вопрос Как на это Можно сослаться Если нет приговора Ну Помните Что мы не обязаны Основание для проведения уровня Не является Наличие состава О наличии сведений О признаках Когда о том Что он должен Значит Сведения О том Что он совершал Какие-то другие преступления Как можно Кто-нибудь Вот как может Прокурор сказать Что он совершал Другие преступления Как подтверждение Его действия Есть признаки Если признаки Да Но все равно Его преступникам Нельзя Другого суда Назвать Итак Да Ну вот Действительно Спортный вопрос Итак Сейчас я даю Рекомендацию Вновь и вновь Это уже давно И я уже десятки занятий Таких провел Оперативным сотрудникам Следователям Надзирающим прокурорам Потому что без их Одобрения В рамках Координационных совещаний Эта практика По региону Не пойдет Ну однозначно Не пойдет Желательно В присутствии Хотя это Вряд ли возможно В присутствии Председателя суда Региона Зампредседателя По уголовным делам И все такое Все таки Применять Этот подход К проведению Оперативных экспериментов Коллеги Ну практически Ну невозможно Дождаться Порядочных граждан Не сотрудничающих С органами Субъекта МРД Которые сами По своей воле Придут и заявят О вымогательстве Взятки Ну не пойдут они Особенно предприниматели Да И поэтому Наш по сути Основной Шанс А может Единственный шанс Это все таки При наличии Достаточных Данных Оснований Проводить Инициативный Легендированный Оперативный Скрим Вот Я готов Представить Статью Где подробно Пошагово Расписана Вот эта вот Тактика Ничего секретного Повторяюсь В этом нет Эти статьи Уже опубликованы Они обсуждены И в изданиях И в научных И в практических Разработках Поэтому да Теперь У меня есть Такое предложение Мы с вами Обсудили Теорию вопроса И не очень сильно Загрузили наших Зрителей Примерами У меня предложение Давайте в следующих Записях Прямо подберем И у вас У меня Это выше крыши Конкретные Примеры судебных Решений Так В общем Порядке Прошедших В апелляцию И так далее Именно Где Где Суд принял Сторону защиты Да Оправдатели Приговора В частности С признаками Отсутствия оснований И провокации Вот прямо На следующих Одно Две Три Прямо Давайте Будем разбирать Конкретные Примеры Сделаем Так По-моему Это будет Коллеги Это будет Интересно Итак Спасибо До следующих Встреч До следующих Видео